Мир вам, братья и сестры, дорогие друзья! В этот вечер, придя на это место, мне вновь хочется сказать те слова, которые когда-то сказал один праведный муж по имени Корнирий. Он сказал святому апостолу Петру, вы уже догадываетесь, какие слова сказал он. Он говорит, что было ему повеление, чтобы позвал Петра в дом свой, и он скажет слова, которыми спасешься ты и дом твой. И он говорит, и ты хорошо сделал, что пришел. Сегодня мы хорошо сделали, что пришли в дом Божий, чтобы вновь услышать какое-то слово, слово наставления, слово поучение, может быть, слово для нашего исправления, когда мы слышим, если мы его, конечно, принимаем, если мы способны в смирении слышать это слово, потому что порой человек слышит и говорит, вот, под меня читают, мне это не нравится. Друзья мои, братья и сестры, я думаю, пусть поможет Бог нам сегодня приготовить свои сердца, как когда-то сказал он через пророка своего Иеремию. Вы помните, распашите себе новые нивы и не сейте между тернами, чтобы сегодня эта почва нашего сердца была способна хоть какое-то слово услышать для себя, какое-то слово принять в свое сердце, чтобы постараться его в жизни своей исполнять, жить этим словом, чтобы это слово руководило нами, чтобы это слово исправляло нас. Как дети пропели, вы знаете, прекрасные слова, что освети нас, Господь, освети. Но как же это будет происходить, если слово Господнее, оно нам порой неприятно. Когда Бог говорил через пророков своих слово свое, то часто людям это слово не было приятно. Вы знаете, пророку Иеремию говорили такие слова, ты не говори нам именем Господнем, ты говори нам лесное, ты говори нам приятное, говори то, что нам нравится, ну зачем нам все эти обличения, правда? Друзья мои, мы приходим в Дом Божий, я думаю, чтобы научиться, и Бог дал такое повеление, чтобы соблюдая день субботний, когда мы читаем об этом в 30 главе книги Второзакония, там написано, субботы мои соблюдайте. «Это есть знамение между мною и вами, что я есть Бог, что делающий? освящающий вас». Вот этот день субботний, в который мы сегодня проживаем, который подходит к своему концу, с ним подходит к концу еще одна неделя в нашей земной жизни, он, оказывается, есть знамение. Вы знаете, на прошлой неделе, мы работая там в пчеловодстве, я обратил внимание, смотрю на небо, и такая красивая очень радуга. Я показываю одному брату, смотри, он говорит, знамение. Не прошло и 15 минут, я посмотрел, эта радуга была вот так, в направлении, к примеру, на восток, она стала с другой совсем стороны, и так же самое, среди туч, среди такого неба опять видна радуга, это знамение. А как часто мы, приходя в Дом Божий, понимаем, что день субботний, который Бог нам подарил, это знамение. Знамение между нами и Богом нашим, потому что Он хочет через Слово Свое, может быть, достучаться до нашего сознания, до нашего разума, до нашего сердца, чтобы осветить нас. Слава Богу, друзья, за это попечение, за эту Его заботу, за то, что Он трудится над нашими сердцами, и, наверное, уместно будет вспомнить то, что происходило с народом израильским, о котором описывается для нас, что это манна, которую получал народ каждый день, незаслуженно, как Божью милость, как Божий подарок, это крупевидное, которое было очень рано на поверхности земли, потому что написано, при первых лучах солнца она таяла и исчезала, дабы сыны Израилевы могли рассвет солнечный уже встречать благодарением, что они уже набрали ее. Так вот, ее свойство, она изменялась по вкусу каждого. Пусть сегодня то слово, которое мы слышим, оно изменяется. Может быть, кому-то Бог сегодня стучит через пение детей, может быть, Бог кому-то постучал через пение священного Писания, может быть, через какое-то слово, которое мы сегодня слышали, мы утром слышали прекрасные слова, что народ израильский, выйдя из земли египетской, они поверили Богу или нет? Поверили, братья говорят. Вышло такое великое множество народа, а потом написано, потом неверовавших погубил. Что ж такое? Откуда взялись неверующие? Я постоянно, читая Писание, не переставал удивляться. Мы, когда прочитываем, Бог спасает чудным образом Ноя и его семейство. Восемь душ. Но когда прочитываем мы это повествование, и вот они вышли из ковчега, спасенные, все истребленные, в первых же дальнейших главах мы прочитываем, откуда-то появились и долопоклонники, и грешники. Откуда они взялись? Вот так часто может происходить не дай Бог, не дай Бог, чтобы так не происходило с нами. Чтобы мы сегодня, принявши это Слово Божье, поучаясь в нем, проверяя себя, как в вестибюле, потому что мы все, как один брат сказал, мы все находимся в вестибюле, перед тем, как зайти на большой банкет, на большое торжество, в Царство возлюбленного нашего Господа. Мы должны посмотреть в это священное Писание, как в зеркало, и увидеть самих себя. Но сегодня я хотел говорить не об этом. Утром Бог положил на сердце, вы знаете, то слово, и я молился, чтобы Бог дал о чем сказать. И когда мы прочитывали священное Писание в утреннем чтении, повествовании, такие слова, которые оставлены для нас сегодня, это из послания Ефесянам, они пришли на сердце, я хотел несколько стишков прочитать и порассуждать вместе с вами. Пятая глава с 15 стиха звучит предупреждение, где сегодня апостол Павел говорит нам так. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Апостол Павел говорит, не будьте нерассудительны, потому что можно быть нерассудительным, судительным, то есть не рассуждать ни о чем, все нормально, все, как мы говорим часто в Америке, все окей, мы в нормальном состоянии, но вот Павел задает вопрос и говорит, а что есть воля Божья, оказывается, что нужно делать, познавать, что есть воля Божья, вот на это я хотел сегодня сделать маленький акцент и порассуждать вместе с вами, в молитве Отче наш сегодня утром и вечером, начиная с богослужения, мы все сказали Богу такие слова, да будет воля Твоя, а подумали порой, ну и моя ж, конечно, или нет, мы часто говорим, но не рассудительны, потому что не задумываемся, а какая же воля, да что есть воля Божья, Павел говорит, а воля Божья в Священном Писании мы находим есть очень во многом, сейчас передо мной брат читал историю о праотце нашим Авраами, и для него была воля такова, выйди из дома Твоего, из родства Твоего, и иди в землю, которую я укажу Тебе, в следующий раз Бог говорит и говорит ему, будь непорочен, ходи предо Мною и будь непорочен, это есть воля Божья, скажите, оно к нам сегодня относится? ходи предо Мною и будь непорочен, когда-то мы находим об одном человеке в Священном Писании всего лишь несколько слов, в которых заложено весь смысл его жизни, все его упование, вся его вера, все его хождение и надежда на Бога, написано, ходил Енох пред Богом, и не стало его. Вот как ходить пред Богом? Мы все ходим пред Богом, мы часто говорим, все мы под Богом ходим, и все мы ходим пред Богом вроде бы, но да будет воля Твоя. Это молитва, которую научил наш, наш Спаситель, и в которую мы говорим в день, может быть, два-три раза, я не знаю, может быть, более раз, в субботний день, конечно, наверное, и порой более раз, но осознаем ли мы то, что, говоря пред Богом, да будет воля Твоя, чтобы эта воля действительно исполнялась в нашей жизни, чтобы мы знали эту волю, чтобы мы поступали по этой воле, чтобы эта воля руководила нами с вами. Апостол Павел в послании фессалоникийцам, я не буду прочитывать, своими словами хотел сказать, где он говорит в 4 главе, «Воля Божия есть освящение ваше», чтобы каждый из вас мог соблюдать свой сосуд в святости и чистоте, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога. Потому что можно очень легко говорить, да будет воля Твоя, а оказаться в положении язычников, не знающих Бога. Апостол Павел, обращаясь к многим церквям, говорит, помните, вы были некогда язычники. Не знающие Бога, когда ходили к безгласным идолам, как бы вели вас. Вы были когда-то таковы. Он даже говорит и о себе, себя, можно сказать, не исключая из этого количества людей. Он говорит, таковые были некоторые из нас, но омылись, но осветились, но оправдались в имени Господа. Братья и сестры, сегодня это слово очень актуально для нас. Я думаю, оно звучит, чтобы мы могли задумываться, чтобы мы не были нерассудительны. А все-таки в чем же есть воля Божья для нас сегодня? Скажите, чтобы мы шли по следам веры про отца нашего Авраама. Это есть воля Божия для нас или нет? Я думаю, есть. Мы поем 104-й псалом, очень хороший псалом, очень нравится мне. С Божьей помощью хочется его когда-то тоже исполнить в нашем служении, где записаны такие слова. Вы – семя Авраамова, рабы его, сыны Якова, избранные его. Он Господь Бог ваш для всей земли, законы его. Вы – семя Авраамова. Мы – семя Авраамова или нет? Да. Через Ишуа, Мессию, Спасителя нашего. Да. Но. А вот законы нам его не нужны. Так часто порой бывает. Пусть поможет нам Бог порассуждать в самих себе. Если мы идем по следам веры Ишуа, Мессии, Спасителя, Он говорит, я дал вам пример, чтобы вы шли по следам Его. Сегодня, рассуждая над этой мыслью, время уходит. Я хотел несколько мест из Писания еще напомнить для каждого из нас. И вот в этой же главе, давайте посмотрим, с 6 по 10 стих, 5 глава Ефесянам. Немножко выше возьмем, будем возвращаться назад. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это гнев Божий приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их, ибо вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе, поступайте как чадо света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. И 10 стих, испытывайте, что благоугодно Богу. Другими словами, испытывайте, в чем же есть воля Божья. А как это испытать? Как это проверить? Всевышний Бог дал народу своему заповеди, дал законы, дал уставы, дал постановления. И если еще один стих вспомним, это 26 глава книги Бытие об праотце нашим Авраами, то мне хочется все-таки напомнить для нас слова всем нам знакомые, очень часто братья мечтаются о ней, где записано так, где он говорит уже Исааку, сыну Авраама. Смотрите, с 3 стиха 26 главы. «Странствуй по сей земле, и я буду с тобою, и благословлю тебя, и тебе, и потомству твоему дам я все земли сии, и умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему. Все земли сии благословятся в семени твоем все народы земные». Те же слова, которые Бог говорил, посмотрите, Аврааму, что в семени твоем благословятся все народы. Бог говорит и сыну его, что так же будет. 5 стих. «Зато, за что же благословятся? За то, что Авраам, отец твой, послушался глаза моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои». Вот это жизнь Авраама, вот это следы его веры, вот это его пути, который он оставил сегодня для нас, и за это Бог благословляет его и потомков его. Он говорит, «В семени твоем все народы благословятся, если мы являемся этим семенем, то благословимся и мы». Да поможет нам Бог сегодня посмотреть. Многие могут сказать, что это было в Старом Завете, это было давно и неправда, как часто люди говорят, молодежь, очень часто мне приходится такое слышать выражение от молодых, они говорят, «Это давно было и неправда». Знаете, но это было, нужно сказать, это было до Синайского откровения, это было до закона, это было даже до того момента, когда Бог дал через Моисея десять заповедей на горе Синай. Это очень важные слова, если мы хотим быть поистине детями Авраама и семенем его. Да поможет нам Бог сегодня знать волю Господню и для нас с вами и испытывать, что благоугодно Богу, чтобы нам так ходить и так поступать в нашей земной жизни. Когда мы прочитываем Священное Писание, то для нас оставлены здесь такие слова в послании Коринфян, послании, извиняюсь, римлянам в 12 главе. Апостол Павел также говорит, смотрите с первого стиха, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего и не сообразуйтесь с веком сиим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благая, угодная, совершенная». Оказывается, это нужно познавать. Оказывается, без этого нельзя обойтись. Сегодня это слово, которое звучит для нас, оно должно нас предостеречь, оно должно нас направить на правильный образ мышления. Апостол Павел говорит, чтобы нам сегодня познавать, что есть воля Божия. Мы все люди рассудительные, мы все учимся в этой духовной школе, можно так сказать. Часто посещаем, как говорим, Bible College, часто слышим много наставлений для нас сегодня. что есть слово, как другими словами сказать, что есть за слово такое, познавайте, что есть воля Божия. Что значит познать? Просто узнать. Вот апостол Павел в одном месте из послания Коринфянам говорит, что ныне же познавши Бога, или лучше сказать, получивши познание о Боге, чтобы нам вновь не возвращаться на те греховные пути. То вот познавши Бога, мы все познали Бога или нет? Я иногда затрудняюсь. Я иногда в самом себе, вы знаете, рабею, как говорят, думаю, если я познал Бога. Потому что слово Божие говорит, познайте Бога. Помните ангел, летящий по небу из книги Откровения, когда мы читаем в 14 главе с 7 стихом, и он увидел ангела, летящего по небу, у него был этот в руках свиток, и он говорит, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. Он держал это вечное Евангелие и говорил, чтобы нам убояться Бога, познать Его, познать Его могущество, силу, власть. Но познать, я хотел именно, чтобы мы поняли одно слово. Вот Авраам знал Бога, многие знали, познать – это слиться с Ним, чтобы Его воля была нашей волей, чтобы из двух стало одно. Вот это значит познать Бога, потому что, приходя в общение друг с другом, приходя в дом собрания, слыша много прекрасных проповедей, много наставлений, прочитывая тексты Священного Писания, мы можем много-много знать о Боге, знать о Боге, но никогда не познать Его. Да хранит нас Бог и да поможет нам сегодня познать Его. И вы знаете, в этом есть воля Божья, чтобы мы познали Его. Потому что хочется напомнить слова, записанные в 17 главе Иоанна. Эта молитва Христа очень, как бы сказать, такая молитва, в которой много слов нам приятны, что Христос в этой молитве, оставляя учеников Своих, Он и о нас не забыл, что Иоанна молился, Он оставил нам пример, чтобы нам знать Его и знать Бога Живого, и смотрите, когда мы прочитываем здесь, записаны такие слова с 3 стиха 17 главы. Сияясь жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Ишуа Мессию. Я прославил Тебя на земле, совершил дело Твое, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне прослав меня отче у себя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Он говорит в этой молитве, да знают Тебя единого истинного Бога. Это была воля Божия во Христе Иисусе, как мы говорим Господе нашим. 6 стиха и ниже, Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал мне их, и они сохранили Слово Твое, и ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Я дал, слава, которую, ибо слова, которые Ты дал мне, Я передал им, они приняли и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя и уверовали. Вот эти слова, где с одиннадцатого текста говорит, и уже, Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе, Отче, иду, Отче Святой, соблюди их во имя Твое тех, которых Ты дал мне. И шестнадцатый стих, уместно напомнить, они не от мира, как и Я не от мира, освети их истинною Твоею, Слово Твое есть истина. Смотрите, как нам нужно это освещение, как оно необходимо нам, но чтобы получить это освещение, Он говорит, освети их истинною Твоею. Ну, мы все знаем истину, или одну из истин, или две, или три, как мы говорим, или пять пунктов истины, мы знаем, по крайней мере, вот закон Твой есть истина, мы знаем, Бог есть истина, мы знаем, Христос откровение Твои истина, и Христос говорит, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Вот к этому мы сегодня все призваны, чтобы познать Бога, познать Его истину, и вы знаете, недавно прочитывая слова 90-го Псалма, мне такие, или слыша у нас в служении, брат открывал служение, наверное, в среду, мне пришли такие слова, где там записано щит и ограждение истина Его. Сегодня для тебя и для меня, если мы будем знать истину, это как меч, это как великое преимущество, это как панцирь, защита такая, вы знаете, броня у человека, щит и ограждение истина Его. Не убоишься ты ужасов ночи, стрелы летящей днем, язвы ходящей во мраке, заразы опустошающей в полночь или в полдень, Бог сохранит, если ты будешь в истине. Да поможет нам Бог сегодня, вы знаете, много мест из Священного Писания, которые хочется напоминать для нас, но время уходит, день заканчивается, и я хотел, чтобы мы молились. Апостол Павел говорит, чтобы непрестанно молился к Богу о тех братьях, о тех церквях, которые он насаждал, чтобы они были освящены истинною, чтобы они могли знать волю Божию, чтобы они могли познать живого Бога. Это нам тоже с вами необходимо. Я думаю, что Христос, он не напрасно умер. Мы это верим, мы в это, я думаю, в этом убеждены, и он, придя в мир, показал нам пример, как нужно служить Богу. Хотелось напомнить из книги апостола Павла, из послания к евреям, вы помните, он говорит, что о Христе, который, входя в этот мир, исполнил волю Божью. Он дал нам пример. Он исполнил ее во всем. Написано, не было лести в устах его, и входя в мир, он сказал, что ты жертвы и приношения не хочешь, потому что тысячами и тысячами мы видим в Первом Завете приносилось множество жертв, но которые не могли очистить совесть человека. Ну, ничего страшного, согрешил. Следующего барашку отнесу. Как часто в Азии люди говорили, ну, надо за этот грешок барашку принести начальнику, и все будет нормально. Знаете, уже не проходит такой номер. Сегодня нужно что-то другое. Христос предложил себя, свою совершенную жертву, и сегодня в этой крови имеем прощение и искупление и очищение каждой из нас, но апостол Павел задает очень интересный вопрос. Если ища оправдания во Христе, мы вдруг с вами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Но если я снова созидаю то, что я разрушил, а где я разрушил? Когда человек приходит к Богу, когда человек погружается в крещение, когда человек умер для греха, чтобы жить для Бога, и вдруг снова живем со грехом. А где грех? Это уже не грех. Знаете, это было раньше. сегодня человек, который нарушал субботу, мы говорим, человек, который ел неправильные недозволенные явства, еще что-то делал неправильное пред Богом, в Первом Завете это было грех. А сегодня говорят, люди часто беседуют, проповедуют, у меня соседи есть там очень активные по апартменту, они тоже говорят, а это уже не грех, меня Христос от всего освободил. А мы так не говорим порой. Братья и сестры, я призываю вас к молитве, чтобы вот эта молитва первосвященника нашего, в которой он сказал, сияя жизнь вечная, сияя жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобой Мессию Спасителя. Вот это основная цель, чтобы я хотел, чтобы мы сегодня молились, чтобы и мы знали этого Бога, чтобы мы приходили в познание этого Бога. Некогда Соломон в книге премудрости сказал такие слова, что знать тебя можно, знать тебя возможно, но это полная праведность, вот та праведность, которую показал и Христос. И к этой праведности сегодня призывает нас Бог и Слово Его. Да благословит нас Бог, да светит нас лицом своим, да поможет нам уразуметь Его волю. Мы должны молиться каждый день в молитве своей, дай нам понять волю твою, не просто да будет воля твоя, как часто, а думая в своем сознании, может быть, но, по-моему, надо, чтобы было. Одного брата спросили, однажды он уехал в Америку, я не буду называть его имя, он здесь живет прекрасно процветающий, он когда-то сказал, вы знаете, я молился, там дары есть, пророки есть в Молдавии, почему мне ничего не было? На мою нужду, я ставил конкретно нужду, а ему говорит отец мой, а если бы было, он ставил нужду, нужно ли в Америку ехать, а он говорит, слушай, а если было бы сказано не еть, он говорит, не, этого пророка надо проверять, а если будет сказано еть, о, это хороший пророк, это подтверждение мне, так вот, какую мы волю хотим услышать или получить от Бога, по нашему ли, пониманию, веденью, разумению, по нашему ли, желанию, или по воле Бога, да будет милость Господа над нами, вы знаете, один из гимнов, псалмопевец Давид говорит, да будет милость твоя Господи над нами, как мы все уповаем на тебя, будем обращаться к Богу, будем молиться, чтобы Он нас просветил познанием своей воли, познанием своих заповедей, познанием своих повелений и уставов, познанием Его путей, чтобы Его пути были наши пути, и чтобы мы могли вместе с Давидом сказать то, что когда-то сказал Давид, Господи, возлюбил я обитель дома твоего, закон твой, он стал мой, общник я всем боящимся тебя, ходящим во свете твоем, вот такого человека Бог непременно примет свое вечное царство и в царство Авраама, Исаака и Якова, он будет непременно такой человек, будет семенем Авраама, потому что он последовал за Христом, куда бы он ни ходил, да благословит нас Бог, будем молиться. Абонир 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 Продолжение следует...